Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Казиаварт и сегодня я буду рисовать динозавра Меменчезавр. Это, короче, динозавр почти диплодок, ну такой огромный, но он отличается тем, что у него очень длинная шея и не такой длинный хвост. Чтобы он поместился у меня на листе, я сначала размечу 4 равные части, где первая будет это хвост посередине, вторая не посередине, а вторая это будет тело, а дальше это все будет шея и маленькая-маленькая головешка. Начну я, пожалуй, с тела. Вообще нарисую линию, ну начну с тела, поделю его пополам и вот эту половинку я отмерю вниз, это будет ширина туловища динозавра. И нарисую такой неправильной формы овал, ну примерно овал, то есть вы можете нарисовать прямоугольник и в прямоугольнике нарисовать овал, если вам так будет проще. Вот такой вот овал. Сразу намечу там, где будет шея. Чтобы понимать, шея с хвостом имеют практически одинаковые размеры, ширину я имею, толщину и поэтому я провожу такую как бы линию, чтобы они были практически одинаковые. С хвостом я немножечко посидела, порисовала его, потому что короче не знаю, не получался он у меня почему-то. Я его старалась и так, и эдак, и короче нарисовала. Специально не вырезаю эти моменты, чтобы вы понимали, что я тоже исправляю, что я тоже стираю. Кому-то, кстати, не нравится такие моменты. Говорят, о господи, стери, ну зачем мне это смотреть, я же типа рисую. Так вы сначала посмотрите, а потом рисуйте. Заодно увидите, какие бывают огрехи или как это назвать. И рисую заднюю лапу. Сначала, спойлер такой, я сначала нарисую овалы всех лап, ну то есть всех четырех лап, вернее, которые нам ближе, там будет овал, а заднюю я уже так, ну чисто так нарисую, в общем, чисто схематически. Прошу заметить, что лапа состоит из двух практически равных частей. Нижняя часть она чуть-чуть поменьше, а так они одинаково идут. Ну вот, верхняя часть и нижняя часть, ни голени и бедро. У передней лапы то же самое, только переднюю лапу он немножечко согнул. Ориентировалась я, кстати, на рисунки одного известного художника. У него вроде как там достоверные такие рисунки. Вроде как он там, как они называются? Палеонтологи, по-моему, или кто? Ну, в общем, художник-палеонтолог вроде. И, в общем, вот он там рисовал, я ориентировалась по его рисункам, то есть по его размерам, как вот он там изобразил. Потому что я-то не знаю, как они выглядели. Я это не видела их, ни остатки, ни останки, ничего. Заднюю лапу я обрисовываю линией однородной, чтобы понимать, что это вот такая вот лапа. А заднюю, ну, чисто схематически нарисую вот таким вот прямоугольником, а внизу сделаю только кружочек. Это у него будет, как она, не ладошка, а нижняя часть, короче, ноги. Не помню, как она называется. Стопаву. Помню. Вот. Так вот схематически нарисую. Да, она будет длиннее. Я прошу заметить, она будет длиннее. И не пишите потом, что, о боже мой, где же перспектива? Почему у тебя задняя лапа длиннее, чем, ну, дальняя лапа длиннее, чем ближняя. Вот. И переднюю я также нарисую примерно. Я их сильно выделять не буду, потому что они будут далеко. Но единственное, что только я пятку закрашу темным цветом, потому что она ближе, чем вот эта вот лапа передняя. И перейду к шее. Шея у основания будет такая толстая. А там, где голова, она будет такая тоненькая, маленькая, такая маленькая вообще. О, на этом этапе, кстати, мне не понравилась, короче, лапа передняя. Ну, то есть прям вообще не понравилась. Мне не понравилось, что она как цилиндр выглядит. Думаю, нет, надо все-таки нарисовать там какую-то выпуклость. Вот. И вот на данном моменте я нарисую вот этот живот. У них же там он такой... В складках есть такой живот. Брюхо вот этот вот. И поэтому там у них висит периодически все. А вы знали, кстати, что вот эти динозавры, это ящерицы. Большие ящерицы. Огромные просто ящерицы. Они даже, вроде как, пишут, что они яйца откладывали на суше, а жили типа в воде. Ну, как большую часть времени проводили. Типа вот как крокодилы и все такое. Вся подобная живность. Я очень удивилась, думаю, нифига. Ящерицы, они, ну, у нас-то они маленькие. А здесь она огромная. Там что-то от 10 до 80 тонн, короче, могла вот такая туша весить. Ну, там разнятся, короче, эти. Поэтому от 10 до 80. Я прям читала, мне прям интересно стало. Я же просто так не могу сейчас рисовать. Мне прям интересно, вот что вообще вот животное такое интересное может прочитать. Так что про сурикатов я тоже много сейчас знаю. До этого Тима нарисовала, видели? Вот. Так. А голову, кстати, голова вообще маленькая. Вы можете ее нарисовать, вот, не знаю, там где-то с третьей части ноги передней. То есть, ну, например, маленькая, потому что он же высокий. Если бы он, как бы, голова была бы к нам ближе, она была бы больше. А так он высокий, голова далеко. И она маленькая. И за счет этого еще и шея тоже, как бы, уже идет. То есть, если он повернет голову на нас, будет смотреть, то у него будет шея практически такая же, как у основания, но чуть тоньше, да? И голова будет намного больше. Ну, чтобы вы понимали. Сейчас я убираю там ненужные линии. Добиваю... Ну, я же смотрела и слонов. Они, потому что сильно похожи на слонов. У них вот эти ноги, они как слонови, короче, идут. Слоны также ходят. У них вот, ну, практически все то же самое. Только это какой-то слон плюс ящерица, короче, так вот. Ну и все. И сейчас вот я подготовлю рисунок к тому, чтобы его зачеркать карандашом, чтобы сделать тени, чтобы он выглядел более таким объемным. Дорисовываю некоторые линии там, там. Тут вот я старалась стереть все линии сразу. Вот. И пошло-поехало. То есть вы можете каким угодно способом штриховать. Вы можете взять растушевку и просто растушевать к чертям собачьим все. Но тогда получится таки, как бы, грязный рисунок. Ну, каждому нужно с чего-то начинать. Если вы растушевываете, растушевывайте. Если нет, то просто берите карандаш и наносите темные пятна на рисунок. Я больше чем уверена, что многие из вас умеют это. Вы мне фотографии своих рисунков скидывали, я видела. Так что, если что, я в курсе, что вы умеете штриховать. И не надо мне говорить, что вы не умеете это делать. Все вы умеете. Прибедняйтесь больше. Вот я не умею рисовать, я не прибедняюсь. Вот так вот. Объяснять я тоже особо не умею. Поэтому что-то вот прям супер сверхъестественное. Я вам тоже не могу ничего рассказать. Единственное, что могу точно сказать, что если возьмете цилиндр, вы увидите, как там расположена тень. И примерно будете понимать, как наносить тень на шею. Но так как я плохо понимаю цилиндр, я рисую всегда тень снизу, ближе к светлой стороне. А если снизу темно, то сверху светло. То есть сверху тоже какая-то тень будет. И с учетом этого я делаю штриховку вот так вот. Ну если интересно, могу вообще отдельно рассказать. То есть я не заморачиваюсь там круг, цилиндр. Ну просто вот как-то само по себе. Может быть и коснулось меня это, что я раньше изучала вот эту штуку. Мы прямо мне говорили, это основа всех основ. Да, я понимаю, но мне было настолько лень. Я не стараюсь там супер-пупер там кому-то соответствовать или чему-то соответствовать. Просто рисую все для себя. Выбираю самый простой путь. Вот и все, видео закончилось. Как вам рисунок, понравился или нет? Напишите в комментариях. Ставьте лайк, дизлайк. Подписывайтесь на канал, не забывайте. И конечно жмите на колокольчик, чтобы уведомления приходили. И вы успевали писать комментарии первыми. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.